Вот знаете, смотришь новый сезон Ниндзяга, а там роботы, мотоциклы, машины, каракадицы, и вдруг ты думаешь, а какого фига в сериале о ниндзя миллионы единиц современной техники? Они же, блин, ниндзя, древние воины, наёмники и секретные убийцы. Обратимся в прошлое, времена пилотного сезона, тогда вместо техники у ниндзя были драконы. Круто ли это? Разумеется, никаких супершпионских примочек, только драконы. И это вписывается в историю с секретными ниндзя, и выглядело довольно эффектно. Но, разумеется, есть одно но. Техника скелетов. Очень много техники скелетов, но, на удивление, она не выглядит вычурно. Короче, тут всё хорошо, но Лего вдруг поняли, что техника героев продаётся гораздо лучше злодейской, и в 2012-м сделали посредством передвижения каждому. А сценаристы, не зная, что эта техника может сделать для сюжета, решили взять и сделать золотое оружие трансформером, которое превращается в нужную тебе машину, если ты об этом подумаешь. Как бы я не любил начало ниндзяга, эта трансформация золотого оружия просто бред. Но ведь бред, бред, послушайте, что вы несёте, что вы такое сочиняете? Но уже к третьему сезону создатели поняли, что просто не найдут столько золотых оружий, да и тема сезона технологии как-то далековато от японских корней. И с этого момента в наборах будет куча техники. Так, изначально нетехнологичная серия добавляет фиговую тучу технологий, убивая изначальный концепт. Третий сезон можно считать финальной точкой в формировании ниндзяга. Именно к третьему сезону Лего поняли, как примерно видят свою линейку. По технике каждому из героев, немного злодейской техники, но и храм, чтобы люди не забывали, что как бы тут ниндзя. Если углубляться в эту тему, то с каждым сезоном ниндзя всё дальше и дальше отдалялись от изначального концепта. Уже к двенадцатому сезону всё действие происходило внутри компьютерной игры. На этом мой видеоролик подходит к концу. Ставим лайки, подписываемся на канал и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok